1 апреля во многих странах мира отмечают День смеха или День дурака. Во время этого праздника принято разыгрывать друзей и знакомых или просто подшучивать над ними. Приятные сюрпризы и веселые шутки ожидали и воспитанников детского дома города Каспицк. На праздничном мероприятии побывала и наша съемочная группа. Приятные сюрпризы, веселые шутки и неимоверная энергия детей. 1 апреля звонкий смех в стенах детского дома продолжался на протяжении всего дня. В специально подготовленной программе воспитанники участвовали в различных конкурсах, проявляя смекалку и свои творческие способности. А веселые частушки и поучительные сценки от учащихся подарили педагогам не одну минуту радости и искренних улыбок. В ярких и запоминающихся костюмах клоунов «День смеха» два маленьких актера Мурат и Арсен. Воспитанников детского дома переполняют позитивные эмоции. Они уже успели подшутить над своими друзьями и просят их не обижаться над их забавами. «Праздник 1 апреля. Играли игры, песни пели, веселились мы». «Было очень весело, что нам понравилось идти». Ответственная за проведение праздника воспитатель детского дома Маржина Адгабиловна. Она отмечает, что идея создать такое мероприятие возникла спонтанно. Весьма радует, что активного участия в подготовке оказались сами воспитанники, которые подавали различные идеи для конкурсов и сценок. «Основной целью было то, чтобы у детей создать чувство праздника. У нас и так мы весело живем, у нас всегда проходят подобного рода мероприятия. Но я надеюсь, что сегодняшнее занятие тоже понравилось. Самое главное, чтобы наши дети улыбались». «День смеха» или «День дураков» до сих пор не получил официального статуса, хотя существует уже очень давно, со времен Петра I. Сегодня не стоит обижаться на шутки знакомых или коллег по работе. Даже если эти розыгрыши не всегда смешны и безобидны. В первый день апреля принято как можно больше смеяться. Поэтому постарайтесь забыть о повседневных заботах. И на примерах воспитанников детского дома подарите всем окружающим и близким свои улыбки. Шахноват Кулиева, Алексей Колесников. Новости Каспитова.